доброе утро тут кто-то ползает а пустые тарелки ну да утро начинается вы уже все знаете с чего не со стакана воды с уборки туалет естественно убрала туалеты кое-чее посмотрела почтален там ходил потому что я еще открыла дверь и только открываю дверь уже сразу тут как тот меня у него полная что вы радости так хорошо спала снилось мне море снилось мне что я была в гостях у одной своей однокласснице и что она говорит она живет типа вроде как норвегии и типа говорит у нас было возможно снять дом очень хороший но типа в городе а мы выбрали попроще дом намного проще но и зоне с рыбаками там за рыбаки живут и она меня туда отводит и я почему-то вижу кристальная чистая прям голубое море и пеликаны ходят почему-то о доброе утро пеликаны везде уходят рыбки плавают и короче я потом вернулась домой грузами все уезжаю море жить с рыбаками там так клево но дома у всех такие старые такие ну такие рухли я сейчас думаю если бы у меня была возможность я бы наверное тоже так сделала бы блин так классно то хочу жить на море вот я думаю почему когда мы переезжали ваню нет но я знаю конечно почему почему мы приехали в лиц потому что тут якобы были знакомые которые могли нам чем-то помочь в итоге конечно была какая-то но очень минимальная помощь то есть но никто конечно ни на кого не обижается все понимаем что все заняты своими делами и даже это никто на этого внимания даже не обращает и конечно раз мужем я на страну мы могли все-таки выбрать это как-то я упустил этот момент потому что когда мы переезжали мы все были в автунге но очень такое было сложное решение вы сами понимаете в другую страну поехать вверх вообще другие люди когда уезжают другую страну они же как едут и допустим есть какой-то контракт или никуда то едут у них там есть я не знаю реальные люди которые их там ждут уже вот там фотографии там дома комнаты работа там есть все знают куда надо будет идти чтобы оформить все документы чтобы правильные для проживания государстве а мы ехали вот просто как два дурня ну то есть мы ничего не знали нет ну саня там что-то знал он когда-то там бывал в англии но это было 10 лет до нашего отъезда и это был очень такой момент уже было не до того чтобы выбирать еще уморили нам жить или не уморь сейчас посмотрю сколько света осталось но я сейчас конечно уже трезвыми мозгами вот так думаю я конечно же мы могли хотя бы в ливерпуль уехать так тоже ливерпуль от лица в принципе это недалеко вообще сколько 60 миль примеру плюс минус конечно да а вообще если бы уехать у меня мечта вот если остаться в армии то уехать на юг там так красиво там такие пляжи там такие вообще города красиво чисто ухоженные там вообще как другая страна север англии он такой очень индустрия индустриальный индустрии индустриальный 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 че ли высказала верю вы говорила слово а вот юг он более какой-то такой ну юг он из африки юг не ну конечно там тоже есть и фабрики и все но мы вот как приехали в англию нам конечно тут повезло с работы не сразу мы вместе сидели вообще без ничего но потом мы нашли работу что значит повезло повезло лишь что что более-менее из худшего это было лучше это было нам не пришлось вам богу работать на свалках как здесь многие мигранты приезжают и начинают с чего-то потому что ты платишь за все ты платишь за рент ну задар мы тогда еще комнату снимали ты платишь за эту комнату в огромные деньги ты платишь за машину ты платишь за еду в конце концов за телефон и телефон а эти деньги не бы просто улетали вот так и и все равно эмигранту когда приезжаешь ты сразу должен идти работать чтобы зарабатывать деньги хоть какие-то для того чтобы все оплатить и для того чтобы откладывать ну вроде как для лучшей жизни и все в основном начинают работать с таких самых простых работ никто здесь не начинает работать прям ну я конечно не говорю про микрохирургов которые приезжают вот как я говорила да приезжают и сразу они едут именно на работу их вызывают это уже другое дело да в общем такие вот воспоминания какие-то такие почему-то а что сон приснила на море что на море хочу жить да я уже наверное сто раз говорю что мне уже даже наверное неважно я могу и на на каком-то холодном море жить мне вот главное само море ну я так хочу так хочу а в египет как я хочу не могу я не могу просто не могу какая-то фигня получилась с этим египтом вообще прям сердце моё не кабель так что надо наложить наверно этим вы строкам покушать надо кофе сварить сделать себе бутерброд так у меня сегодня по плану у меня сегодня по плану почистить эту как это называется начать чистить вытяжку да а может я сегодня этот шкафчик на под который здесь наверху висит почищу кто-то ко мне пришел никакой злости не хватает пришел какой-то цыган предлагал эти купить у него подушки ну понятное дело пижины сто процентов подушки потом эти как эти называются найти от ну комплект постельного белья я говорю нет спасибо не надо так он ушел калитку оставил открытой открыть так он открыл пидорас а закрыть он уже не может прям не могу бесит прошу прощения вот он вот он хороший человек сразу а близко что такое а вот зараза испортил всю мою типа прическу да наверное я все таки шкафчик сегодня помою чуть полегче потому что я вчера заманалась этот угол быть он так такой страшный сегодня помою шкафчик отодраю тут его всего потом у меня сегодня в планах обязательно записать эту песню уже я вам весь мозг точно вынесла с этой песни так и возьму потому что завтра саня завтра саня отдыхает наконец-то будет дома и никаких там этих курсов завтра у него полноценный выходной ну понятно он будет полдня спать даже не полдня наверняка каких часов пяти потому что всю неделю по ночам я не хочу устраивать концерты когда в понедельник мне уже надо же песню выложить то есть все время прям впритык а во всем виноват вчерашний вчерашний марафон кофе так вот я сейчас значит по кофе саду части по вышиваю не по вышиваю скрипку розу тогда я почищу полку неплохо шкафчик навесной неправильно выражаюсь запутать вас хочу а потом уже сами проснется я его отправлю на работу и буду заниматься скрипкой так сейчас одну секунду не пугайтесь запишу видос и тогда я уже сяду опять вышивать ну какой то а еще книжку надо бы почитать хотя бы эту я вчера вообще там да да ты голодный вечно кот на тебя называется на 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 куши куши вредный кот вредный толстый жирный кот уважаю я бы это уважаю так авокадо ой девочки так сейчас я тут тут не знаю может завтра вечером куда нибудь сходим сани ну я имею ввиду куда нибудь так это называется айх такой трек положу это называется в парк погулять когда он проснется но это очень сложно прогнозировать скажиже а может быть завтра будем жарить шашлыки вечером аааа ура ура шашлыки Кстати, я бы сегодня, наверное, супчик сварила бы, такого, знаете, овощной супчик с капустой, ну, вот так вот. Короче, посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Планов, как всегда, громадьё. Если я хотя бы 50% исполню. Ну, нет, мне самое главное записать песню, это самое главное. А всё остальное может подождать. Ну, как может подождать, шкафчик надо чистить тоже. Шкафчик, ну, так как бы я успеваю. Вот не знаю, как с чтением книги. Но надо где-то впихнуть. После съёмки клипа можно впихнуть. Отличная идея. Вот, намазала себе хлебушек с авокадо. Ещё на один раз авокадо осталось. Надо кофе. Спать хочу. Ну, нет, не хочу, не могу просто проснуться, ещё такая как-то дурная. А, у нас такой ураган, у нас такой ветер. Я так... Помидоры я подвязала, всё окей. Роза пока, вроде, вижу, держится. Подвязывать её не надо. Она так красиво заплелась вокруг этой палочки. Помидоры я подвязала. Один, второй как-то... Ну, тоже очень крепкие-то. По именам его подвязывалось. Мне там Юра написала, что больше, больше лиц воды. Но вчера же был такой сильный дождь, поэтому я и не лила этой воды много. Сегодня полью. Если не будет дождя, сегодня полью. У меня есть специальная вода, стоит. Я её заливаю. И она у меня типа стаивает. И настаивается. Помидоры. Ой, хорошо как. Как хорошо, друзья. Трудно. Я ощущаю какое-то душе спокойствие. Я не знаю, как это объяснить. Но меня уже как-то вообще не парит, не грузит то, что это карантин. А, сегодня, кстати, хорошая новость у меня. Одна невеста, у которой должна была быть свадьба 9 мая этого года, она, ну, понятное дело, типа, была канцел. И она мне была уже до свадьбы достаточно длительное время заплатила, ну, так, типа, 9 мая свадьба. Она мне перевела всю сумму где-то в январе, ну, что-то типа того. И, ну, так уже, как этот вирус, туда-сюда, она, типа, а вы мне вернёте деньги? Ну, я, конечно, верну. Хотя мне, блядь, простите, до сих пор никто не вернул. Вот не за компьютер поломанный, все там меня туда-сюда кидают. Не за Египет тоже там, типа, деньги замороженные. Типа, вы их сможете потратить на путешествие? Какое нахер путешествие? Мне бабки нужны. Ну, в общем, а я-то честный человек, как сказать. Ну, мама с папой так меня воспитает, чужое мне никогда не надо. И это самое. И я ей, конечно же, вернула, чему она, кстати, была очень удивлена. Видно, сталкивалась, что никто не возвращает. Ну, и это самое. И она мне сегодня утром пишет, что, типа, мы, у нас rearranged дата. Ну, rearranged это значит как-то перенесена. Ну, не перенесена, а договорена новая дата, типа, тоже 9 мая 2021 года. Типа, можем мы надеяться, что вы сможете. Ну, типа, я посмотрела свой календар, потому что много кто переписывается на следующую весну. Я смотрю, могу, ой, как приятно, мы так рады, нам с вами так понравилось общаться, ля-ля-ля-ля-ля-ля. В общем, вот что значит репутация и имя, понимаете? Я над этим очень сильно работаю, кстати. Ну, вот, такие вот дела. Ладненько, друзья, все, мой завтрак готов. Мой завтрак это вот. Ну, знаете, я очень люблю такой завтрак, очень. И чашечка черного кофе, сваренного вот только что на плите. Все, хорошего всем утра, увидимся в течение дня. Шлю вам свои флюиды, радости и какого-то кайфа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok